Здравствуйте! Как всегда в это время, по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района по социальной политике Юрий Орденов. Добрый вечер, Юрий Николаевич. Добрый вечер. Если можно, уточню сразу для наших зрителей, что означает формулировка полусоциальной политики. Сюда входят, прежде всего, образование, культура, спорт, молодежная политика, туризм, ну и еще, естественно, цитирую, вы должны создавать условия для оказания медицинской помощи населению на территории нашего района. То есть в сферу здравоохранения тоже входят в вашу компетенцию, поэтому давайте, наверное, с ними начнем, самые серьезные. У нас сейчас в районе каждые три недели по субботам идет единый день диспансеризации. Вот уже сколько, два месяца, даже больше. В том числе в начале ноября стартовала еще кампания по вакцинации населения. Опять же, естественно, не обязательные, а по желанию. Поэтому хотелось бы узнать ваше мнение о том, как проходит диспансеризация, как я уже сказал, каждые три недели. Ну и, соответственно, нужно ли нам вакцинироваться сейчас. Да, добрый вечер, уважаемые телезрители. Хотелось бы сказать, что на самом деле в этом году совместно с Министерством здравоохранения Московской области особое внимание уделяется диспансеризации взрослого населения нашего района, в частности. Хотел бы отметить, что это очень важное мероприятие для каждого из нас. Напоминаю, что диспансеризация проводится каждые три года по годам рождения. В этом году это 61-й год и, соответственно, через три года по возрасту. Хотел бы вот на что обратить внимание жителей нашего района, что, к большому сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что в нашем районе, в Щелковском, самая большая смертность от системы кровообращения и от новообразования. И поэтому диспансеризация – это тот важный аспект в жизни каждого человека, который он должен делать регулярно для того, чтобы на ранней стадии выявлять то заболевание, которое может появиться у любого из нас, у любого человека. Поэтому мы вместе с Министерством здравоохранения Московской области в этом году, как вы уже сказали, проводим единые дни диспансеризации. По просьбе министра здравоохранения мы проводим их в выходной день для удобства жителям. Конечно же, мы принимаем в этот день не только тех людей, которые подходят по году рождения, принимаем всех желающих пройти диспансеризацию, либо профосмотр, который позволит выявить на ранней стадии, как я уже сказал, то или иное заболевание. Безусловно, в этом году такой день диспансеризации «Единый» еще будет 3 декабря. Я приглашаю и призываю всех жителей Щелковского района во все лечебные учреждения Щелковского района с 8 до 14 часов дня пройти диспансеризацию. Особое внимание, конечно же, в вакцинации против гриппа. К большому сожалению, опыт этого года… Юрий Николаевич, простите, я вас перебью к вакцинации, мы перейдем чуть позже. Сейчас у нас есть уже первый звонок, давайте зрителю послушаем и ответим на вопрос. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, хочу задать вопрос в микро-районе Жигалова. Пожалуйста. Я всю жизнь прожила в городе Щелково, 22 года, в микро-районе Жигалова. Хочу такой задать вопрос. Когда будет построен детский сад, школа, стадион, поликлиника, супермаркет? Спасибо. За 22 года ни одного социального объекта не было сдано. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Ну, вот такой целый букет социально значимых учреждений, школы, детский сад, супермаркет и поликлиника. Поддерживаю очень важный и очень острый вопрос жительницы микро-района Жигалова. Но постараюсь все-таки ответить по социальной линии, за что я отвечаю на сегодняшний день. На самом деле в микро-районе Жигалова остро стоит вопрос, в первую очередь, с общеобразовательной школы. На протяжении всего года, и не только этого года, администрация района вместе с руководителем администрации и всеми заместителями профильными, замок по строительству, ведем работу с Министерством строительного комплекса и Министерством образования по решению данного вопроса. Скажу также, что в Щелковском районе и именно в городе Щелково на сегодняшний день очень большой процент детей, которые ходят во вторую смену. Это недопустимо. Губернатор Московской области сказал и на встрече с жителями в городе Щелково летом о том, что к 2021 году вторая смена в общеобразовательных учреждениях должна быть ликвидирована. Почему я это говорю? Потому что ребята из микро-района Жигалова, и мы это знаем, ездят на сегодняшний день в школу, Серповскую школу. Очень неудобно добираться. И большинство из них ходят в школу номер 16 в центре города. Скажу вам на сегодняшний день, какая ситуация. На сегодняшний день ситуация следующая. Министерство строительного комплекса Московской области и Министерство образования согласовало нам строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Жигалова за счет бюджета Московской области. Маленькое софинансирование будет бюджета района, но в целом это будет за счет бюджета Московской области. В рамках развития территории, которая сейчас продолжается, это строительство новых домов. И у инвестора есть обязательства по строительству детского садика. Но это в течение двух-трех лет. Садик в процессе строительства нового жилья, безусловно, будет там построен. На сегодняшний день очередь в дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Жигалова не очень велика, но по мере строительства нового жилья такая потребность будет необходима. Относительно плоскостных сооружений, стадион. На самом деле, да, мы тоже знаем эту проблему. Мы прорабатываем вместе с городскими депутатами городского поселения Щелково строительство плоскостного сооружения. Но буду искренен и не буду вам врать, что это будет сделано в следующем году относительно того, что микрорайон застраивается. Поэтому там огромная проблема и с дорожной инфраструктурой, и с благоустройством. Поэтому Алексей Васильевич Валов поставил задачу всем профильным заместителям вместе с заместителям, которые курируют инвестиционные проекты в администрации Щелковского муниципального района, проработать комплекс мероприятий по благоустройству микрорайона Жигалова. Спасибо, Юрий Николаевич. Давайте с вами закончим уже медицинскую тему, вернее, еще продолжим. По поводу диспансеризации, вы сказали, что в ближайшую субботу, то есть 3 декабря, будет, опять же, единая диспансеризация во всем нашем районе. И сразу добавлю нашим зрителям, что абсолютно бесплатная она, и с собой нужно иметь только паспорт и полис. И сейчас предлагаю посмотреть короткий сюжет о том, как проходит эта диспансеризация и, соответственно, какие болезни могут выявить. Давайте посмотрим сюжет. Как известно, будущее медицине предупредительный прочил еще пирогов. Что же представляет из себя диспансеризация в ее современном виде? На первом этапе пациент направляется в профилактическое отделение, где проводится анкетирование, антропометрия, даются направления на обследование в зависимости от возраста и от пола. Это занимает буквально 10-15 минут. На следующем этапе пациент направляется к терапевту, где определяется его группа здоровья. Если человек здоров, то на этом фактически диспансеризация для него закончена. Выявили факторы риска или болезнь, тогда уже пациент направляется на осмотр к узким специалистам – неврологам, эндокринологам, кардиологам, гастроэнтерологам. И здесь уже картина индивидуальная. На ранней стадии диспансеризация выявляет четыре вида социально значимых заболеваний – сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочный и сахарный диабет. Ну вот диспансеризация помогает, так скажем, профилактически. Но есть еще у нас такое понятие, как вакцинация. Особенно сейчас осенью, в начале зимы эпидемия гриппа не за горами. В общем, каждый год она случается, просто разные объемы заболеваний, разные возрастные категории. Щелковский район уже, по-моему, месяц назад в одной возрастной категории подростков был уже на эпидемиологическом пороге. Вот ваш совет о том, нужно все-таки вакцинироваться или не нужно? Знаете, очень много мнений по данному вопросу, но хочу вам сказать следующее, что напомнить всем жителям Щелковского муниципального района, что в этом году, в 2016 году, в начале года, в 2016, в январе, у нас была вспышка эпидемии по гриппу. Она была очень быстрой, молниеносной. И самое плохое и самое страшное, что она была с летальными исходами. Было принято решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, были предприняты экстренные меры по закупке и средств резервного фонда лекарств, прививок, вакцин. И, конечно, в этом году нам бы не хотелось допустить ситуацию до этого уровня. И мы, безусловно, предлагаем всем жителям, в том числе и детям, пройти вакцинацию против гриппа. Вакцина отечественного производства. Каждый год вакцина меняет свой подход к тому типу гриппа, который идет в году. И мы на протяжении уже двух месяцев проводим эту непростую работу. Как я уже сказал, очень много мнений за, очень много мнений против. Но все-таки эта работа ведется. На сегодняшний день более 50 тысяч жителей, включая детей, привиты против гриппа. Мы также проводим выездные акции, сделаем прививки против гриппа. И, конечно же, времени осталось совсем мало. Эпидемий порог у нас тоже в районе непростой. Он мониторится. Мониторится Министерством здравоохранения Московской области. И я сегодня также призываю жителей Щелковского района до конца этой недели сделать эту важную прививку и обезопасить себя от наступающего гриппа. Давайте теперь перейдем к делам образовательным, так скажем. Вернее, даже еще не к началу нового учебного года, который уже сколько у нас, три месяца идет. А к летнему отдыху детей. Знаменательное событие произошло в этом году уже осенью. Наш лагерь юнормеец детский оздоровительный, который только в прошлом году вновь открылся, так скажем. И второй раз функционировал в этом году на летних каникулах, я имею в виду. Лагерь занял первое место среди областных оздоровительных детских учреждений, именно загородных. Насколько вообще популярен детский отдых у нас в районе летом? На самом деле приятное событие. Скажу честно, второй год функционирует загородный лагерь юнормеец. В прошлом году мы всем прекрасно помним, как мы общими усилиями инвесторов, администрации района, главы Щелковского муниципального района, депутатского корпуса, жителей неравнодушных, отстаивали и делали все, чтобы лагерь открылся. Лагерь открылся, отработал первый год, отработал осеннюю смену. Я напоминаю, что лагерь у нас круглогодичного пребывания. Отработал очень неплохо зимние каникулы, весеннюю опять смену. И подошла череда летних опять каникул. Второй сезон работы обновленного лагеря юнормеец. Была очень непростая ситуация, потому что мы сами не ожидали, что всего лишь за один сезон лагерь приобретет такую популярность, в первую очередь среди детей. И нам пришлось принимать экстренно решение и не три смены открывать, а открывать четыре смены. И лагерь юнормеец в этом году, один из немногих лагерей в Московской области, принимал четыре смены наших ребят. Смены были очень насыщены по своим программам. Они были абсолютно разные. Они были в этом году посвящены году кино в Российской Федерации. И, конечно, это был запоминающийся отдых. Ребята много где отдыхали, честно вам скажу. И в Крыму у нас более 170 ребят побывали. У нас есть еще один не менее хороший лагерь «Лесная сказка», где тоже старейший лагерь в Черковском районе. Тоже пользуется огромным спросом, потому что там работают замечательные люди, преданные своему делу, и у них есть свои традиции, и у них есть свое поколение, выросшее из лагеря «Лесная сказка». Но все-таки, возвращаясь к лагерю юнормеец, хочу сказать, что жюри Московской области по праву и достойно оценила лагерь. И лагерь занял первое место среди лагерей до 300 мест в Московской области. И, конечно, это нам позволит еще более стремительно развивать этот лагерь. Я хочу вам сказать, что прошла уже осенняя смена, прошла очень успешно, великолепная программа. И хотел бы напомнить всем родителям о том, что не за горами уже и новогодние каникулы, и мы приглашаем всех желающих в лагерь юнормеец на зимний отдых. Программа подготовлена. На сайте лагеря юнормеец размещена вся информация, где можно приобрести путевки, по какой цене. Есть путевки и по льготной цене, есть путевки и для коммерческих предприятий и организаций. Мы ждем всех жителей Щелковского района в лагере юнормеец на зимнюю смену. Хотелось бы сказать, что мы очень трепетно к этому относимся и очень серьезно готовимся уже к новой летней оздоровительной кампании и надеемся, что сделаем ее еще лучше, еще незабываемее для нашего подрастающего поколения. Ну и Новый год ребята тоже будут встречать в лагере, естественно. Конечно. Юрий Николаевич, Вы упомянули о том, что школьники нашего района отдыхали в Крыму нынешним летом. И как раз после этого в администрации района стал рассматриваться вопрос о возможном создании нашего районного лагеря еще и в Крыму. Как сейчас в этом направлении дела идут? Такое поручение руководитель администрации Алексей Васильевич Валов поставил перед двумя профильными заместителями по строительству и передо мной замом по социальным вопросам. Мы этот вопрос вместе прорабатываем. На самом деле вопрос непростой. Безусловно, в Крыму есть объекты, которые либо брошены прежде властью Украины, есть объекты недостроенные, которые предназначались именно для этих целей. Мы сейчас делаем полностью анализ всех объектов, которые могли бы подойти к Щелковскому муниципальному району, проведем финансовый анализ, сможем ли мы приобрести тот или иной проект или объект. И в этом направлении мы работаем, но не обещаю, что это будет молниеносно, быстро. Здесь нужно вздействовать все за и против. Чтобы подвести некоторый итог к этой теме, я имею в виду темы летнего отдыха детей в нашем районе, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, и тогда перейдем уже к следующей теме. Лето – это маленькая жизнь. Для наших детей так и есть. За три месяца они становятся крепче, набираются силы, здоровье на целый год. Итоги летней оздоровительной кампании детей и подростков обсудили на расширенном совещании Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Щелковском районе. Я хочу поблагодарить наш Координационный совет за то, что количество таких лагерей с дневным пребыванием, оно не уменьшается, оно увеличивается с каждым годом, и все больше охвата наших ребят именно такой услугой. Мне хочется также поблагодарить наших руководителей загородных наших лагерей. Это и «Лесная сказка», и «Юноармеец», потому что не каждое муниципальное образование будет похвастаться тем, что в муниципальных есть два учреждения, которые производят отдых и оздоровление детей не только в летний период, но и вообще круглогодично. В этом году в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании было потрачено дополнительно к запланированной сумме в 9 миллионов рублей еще 6 миллионов. Это позволило, как уже Надежда Владимировна говорила нам, дополнительно увеличить охват детей, организованную форму отдыха, дополнительно увеличить, расширить количество отдыхающих детей по льготным путевкам, предоставить льготные путевки не только определенным категориям, но, собственно, и всем жителям Щелковского района. В продолжение сюжета, как раз то, о чем говорила Ирина Витальевна Иванова, насколько доступны вообще путевки в летние лагеря нашим жителям? На самом деле в этом году в связи с тем, что администрация Щелковского муниципального района приняла решение о выделении дополнительных средств из бюджета района, нам позволило это увеличить количество льготных путевок для социально незащищенных слоев населения, многодетных семей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и порядка 500 путевок в этом году мы реализовали по льготной цене. В целом ценовая политика, мы ее рассматриваем в таком ключе, чтобы она была средней по уровню стоимости путевок в Московской области, не превышала ни в коем случае, и именно это позволило нам сделать так, чтобы все смены были полными и путевки уходили в принципе за очень короткий период. Ну вот давайте поговорим не только об отдыхе, но и о работе. Насколько я знаю, очень многие подростки уже, так скажем, более старшего возраста хотят летом не только отдыхать и, может быть, не столько отдыхать, но и подработать, что называется, чтобы иметь какие-то и карманные деньги, может быть, даже и семье помочь в какой-то мере. На этом совещании тоже рассматривался вопрос, да, и итог летней занятости детей, ну, скажем так, школьного возраста. Что у нас делается в этом направлении? В этом направлении, на самом деле, в этом году уделили мы особое внимание. Эту работу вели на протяжении многих лет в Щелковском муниципальном районе. Мы продолжаем эту работу вести вместе с службой занятости по Щелковскому муниципальному району. Но хотели бы отметить, в этом году востребованность этой услуги возросла значительнее. Мы сталкивались в прошлые годы с тем, что, несмотря на наличие денежных средств на компенсацию за работу несовершеннолетних детей в летний период, мы не находили востребованности у родителей, законных представителей. Ситуация, на мой взгляд, перевернулась коренным образом. И в этом году мы видели даже очереди в клуб «Ровесник», который у нас является организатором этой работы на уровне района. Очень огромную работу провели главы городских и сельских поселений на своих территориях. Они в этом году принимают решение о передаче вместе с денежными средствами полномочий нам в район. И, безусловно, будут работать вместе с нами для еще большего увеличения охвата детей занятостью в летний период. Профессии абсолютно разные, востребованные. Ребятам очень нравится. И самое главное, что мы приучаем ребят к труду с раннего возраста. Они понимают, что значит отработать и получить за это вознаграждение. И это очень важно и в воспитательном плане. Поэтому этой работе мы, безусловно, уделяли и будем уделять особое пристальное внимание. Надеемся, что руководство района, депутатский корпус нас поддержит в бюджете 2017 года. И по нашей просьбе выделит некое количество денежных средств большее по сравнению с 2016 годом для большего охвата. И в результате этой непростой плодотворной работы Щелковский муниципальный район в этом году занял второе место в Московской области по занятости детей в летний период. Ну, то есть по числу детей, которые были трудоустроены. Юрий Николаевич, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем и уже, наверное, будем готовиться к перерыву. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер, товарищи. Уважаемый Юрий Николаевич, вот последний, по-моему, пятый раз администрация Щелковского района, я звоню в микрорайон Солнечный, обещала начать строительство школы в ноябре. Ноябрь прошел. Что нам ждать теперь в шестой раз? Скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Значит, строительство школы откладывается по причине согласования с архитектурой Московской области. Вы помните, что мы приглашали главного архитектора Московской области буквально три недели назад в микрорайон Солнечный. Этот вопрос на личном контроле у губернатора Московской области, который при посещении Щелковского района в июле месяце обещал и говорил. И эта школа реально стоит в программе Московской области образования Подмосковья. Мы надеемся, что на сегодняшний день завершатся согласительные процедуры и экскаваторы выйдут на площадку и начнется реальное строительство этой школы. Но мы, безусловно, так же, как и вы, жители, волнуетесь за этот объект, потому что он архинужен в микрорайоне Солнечном. Самое главное, что этот объект профинансирован, он стоит в программе и школе в микрорайоне Солнечном быть. Спасибо, Георгий Николаевич. Мы сейчас, наверное, не будем поднимать уже новую тему. Достаточно поговорим еще о культурных мероприятиях в нашем районе. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у меня заместитель руководителя администрации Челковского муниципального района по социальной политике Юрий Родионов. Напоминаю, телефоны студии 496, код города 567-1440, 567-1450. Звоните и задавайте свои вопросы. Мы вернемся к вам буквально после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Сегодня в гостях у меня заместитель руководителя администрации Челковского муниципального района по социальной политике Юрий Родионов. Еще раз добрый вечер, Юрий Николаевич. Напоминаю номера телефонов нашей студии 567-1440, 567-1450. Можете звонить и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Ну, а у меня вопрос такой. Мы уже говорили о летнем отдыхе детей, о том, что второе место заняли по занятости подростков, так скажем, в летний период. И лагерь юнормейец наш занял первое место в области среди, так скажем, небольших загородных оздоровительных учреждений детских. Но еще одно знаменитное событие в области культуры произошло, ну, уже не летом, а осенью. Ну, летом само мероприятие проходит у нас уже 18 лет, я имею в виду, конечно, историческую реконструкцию, душуновские маневры. Но, тем не менее, с каждым годом развивается, все больше и больше участников, и зрителей приезжает. И вот как результат, это уже осенью было, да, что фестиваль стал победителем на национальной премии в области событийного туризма и признан лучшим проектом исторической реконструкции. Это по версии Министерства культуры России, опять же, во всероссийском конкурсе событийного туризма. Я сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет об этом мероприятии, о том, как в этом году оно проходило, потом тогда продолжим разговор. Давайте посмотрим сюжет про Душунова. Каждое лето в Щелковском районе открывается портал во времени. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Душуновские маневры» переносит всех желающих в величайшие эпохи нашего государства. В июле этого года на фестиваль прибыло более 10 тысяч туристов со всей России. Такое масштабное событие не осталось незамеченным. Маневры стали победителями национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Всего в этом году на премию было номинировано 702 проекта из 68 регионов страны. Душуновский фестиваль уже становился призером в 2015-м, занял почетное третье место. В этот раз организаторы учли несколько замечаний. В преддверии фестиваля была запущена мощная информационная кампания в СМИ. Впервые накануне события состоялась пресс-конференция в РИА Новости, что позволило привлечь большой объем участников, более 400 реконструкторов и 50 военно-исторических клубов со всей России. Тематикой фестиваля стали средние века, смутное время, отечественная война 1812 года, Первая мировая гражданская и Великой Отечественной войны. Впервые на фестивале появилась комфортабельная трибуна для просмотра баталий и прокат оборудования для желающих остаться с ночевкой. Отдельно в этом году постарались организовать досуг подрастающего поколения. Познавательные лекции по истории, квесты и спектакли прошли в рамках научно-практической конференции. Организаторы рассчитывают, что благодаря премии в 2017 масштаб фестиваля продолжит расти. Конечно, да, во-первых, место это очень серьезно, очень значимо, но вот нельзя останавливаться на достигнутом, как говорится, да, и хотелось бы узнать, будет как-то еще дальше развиваться фестиваль, вот особенно в сфере, в свете современных тенденций, и виртуально, может быть, и как-то еще? Конечно, мы ставим перед собой амбициозную задачу, вот, фестиваль развивать. Хотел бы сказать, что мы после такого успеха, мы возобновили работу с нашими потенциальными инвесторами по созданию парка Душенова. Эту идею вынашивали наши коллеги уже много лет, был проработан и разработан некий проект парка. На сегодняшний день вместе с Министерством культуры Российской Федерации Московской области мы эту работу непростую продолжаем. А что касается непосредственно фестиваля и Душеновской маневры, хотел бы сказать, что ввиду того, что мы стали победителями, мы приобрели очень много контактов с другими фестивалями в Российской Федерации, и хотелось бы, чтобы взаимный обмен теми или иными участками фестивалей из других регионов прибывали к нам на фестиваль, да, и показывали свое искусство и исторические реконструкции. И, конечно же, мы свои будем привозить в те регионы, куда нас будут приглашать. Это очень здорово, это новый уровень и новый виток развития фестиваля. Без этого в современных условиях никак нельзя. Мы подготовили и ребрендинг к фестивалю, мы посмотрим, как он пойдет. Мы подготовили целую линейку сувенирной продукции. И, безусловно, мы на сегодняшний день готовим и видеосюжеты определенные и для СМИ, и для коллег, для своих. И работа ведется очень напряженно. Уже на сегодняшний день мы эту работу ведем по подготовке 19-го фестиваля Душеновской маневры. Надеемся, что он будет не менее масштабным, а более масштабным. Хотел бы сказать, что уже мы в сюжете увидели, что в этом году он зазвучал по-новому, по-особенному. И хотелось бы, чтобы жители, которые высоко оценили организацию фестиваля в 2016 году, были не разочарованы, а только хотели увидеть что-то новое. И еще больше приходили на фестиваль, который мы будем проводить, уже известно, 1 и 2 июля 2017 года. Спасибо, Юрий Николаевич. Давайте еще послушаем один вопрос нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Значит, смотрите, у меня какой вопрос к вам. Я инвалид-колясочник. Проживаю в Щелково, Центральная, 9. 4 года борюсь на коляске по инстанкциям, чтобы поставили лавочку у подъезда. То есть, как бы, как вообще возможно этот вопрос решить? Была и в администрации. Управленческая компания, они у нас меняются от этого дома чуть ли не каждый месяц. То есть, нам даже, мне даже, ну, как бы, невозможно выйти, значит, погулять, как бы, такси подождать, как бы. То есть, сказали, я спрашивала, если, значит, если я лавочку поставлю за свой счет, ее уберут, как бы, управленческая компания. Как можно этот вопрос решить, как бы, 4 года уже не выносим. Кстати, на костылях я по этим вот, как бы, хожу, по управленческим, по администрациям. Даже в администрацию я попасть не могу, потому что, как бы, там лесенки и нереально попасть, как бы. Но я как-то вот, чуть ли не ползком туда, и ничего сделать не могут. Никто. Спасибо за вопрос. Я попрошу редакторов записать ваш контакт. Я обещаю вам, что я лично к вам выеду в ближайшие дни. Созвонимся, я к вам подъеду, я посмотрю сам. Вы затронули, наверное, еще одну очень важную тему, которую мы сегодня не решали поднимать в этой программе. Но два слова скажу. Программа «Доступная среда» очень серьезная программа. И, конечно, она касается именно людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день я руковожу этой программой. Скажу честно, непростая программа. Работаем над этим. Хочу обратить ваше внимание, что доступ инвалидов-колясочников в здании администрации на площади Ленина есть. Поэтому вы со стороны ЗАГСа можете подъехать, нажать кнопочку «Вызов» и дежурный администратор по инструкции, соответственно, откроет специальную дверь для инвалидов-колясочников и проводит вас в здании администрации, где вы сможете задать тот или иной вопрос, либо подать заявление в окно подачи заявлений. По поводу лавочки я возьму на свой личный контроль и надеюсь, что совместно с моими коллегами мы этот вопрос решим. Спасибо огромное. Юрий Николаевич, ну раз уж мы затронули эту тему «Доступная среда», насколько вообще наши официальные учреждения и организации в районе доступны для лиц с ограниченными возможностями? На сегодняшний день на самом деле эта работа ведется в ежедневном режиме, существует программа «Доступная среда». По целевому показателю в этом году мы должны достичь 50% от социально значимых объектов, включенных в реестр. На сегодняшний день мы их включаем, мы их делаем, но честно признаюсь, что очень много нюансов. Мы просим инвалидов-колясочников помогать нам, консультировать нас, да, и совместно с ними, с общественной палатой, где тоже есть представители инвалидов-колясочников, общественная организация «Колесница», такая известная организация, мы с ними ведем плотную работу и работа движется, на мой взгляд, в правильном направлении. Спасибо. Ну давайте вернемся к нашим образовательным проблемам. То есть, собственно, проблемы уже зрители наши подняли своими звонками. Естественно, нехватка еще пока что мест в школах для ликвидации второй смены. Понятно, что это все движется, но все равно хотелось поговорить и о некоторых достижениях. Вот, в частности, в этом году, в 17-й школе, которой тоже только два года, то есть, вернее, всего год исполнился, открыт она была в прошлом году, появились сразу два кадетских класса, такой, ну не новое, конечно, скажем так, новое старое направление в образовании. Предлагаю сейчас посмотреть короткий видеосюжет на эту тему и потом продолжим. Вот они, юные кадеты. Перед присягой, торжественным посвящением, конечно же, волнуются. Теперь их миссия не просто учиться, но и воспитываться в особой атмосфере патриотизма. Два кадетских класса с 1 сентября открыли в школе номер 17. Торжественную присягу приняли школьники, для которых слово «Родина» теперь имеет особый смысл. 5К1 и 5К2 – такие названия носят классы, обозначая, подчеркивая кадетское направление. На церемонию принятия присяги пришли и те, кто не понаслышке знает, что такое «Родину защищать». Сейчас снова оценили роль кадетского движения, и сегодня вот я присутствовал на таком мероприятии. Очень рад, что приняты в кадеты не только мальчики, но и девочки. Эти девочки сейчас приравнены по всем воинским законам по прохождению службы одинаково, и очень радует их видеть в строю кадетов. Юрий Николаевич, как много вообще кадетских классов у нас в районе, и пользуются ли они популярностью у детей? На самом деле, ради справедливости скажу, что нет, немного. У нас кадетские классы на сегодняшний день в школе номер 2, в школе номер 10, Щелково 7. Вы показали сюжет из школы номер 17, новой. У нас есть кадетские классы в городском поселении Мунино. Но хотел бы сказать, что эту работу мы ведем планомерно. У нас есть целый комплексный план по развитию. Но в этом ключе хотелось бы всем телезрителям, если кто-то еще не знает, напомнить, что в соответствии с указом президента Российской Федерации, в Российской Федерации создано и начало свою работу общественное движение Юнармия. Это тоже направление, военно-патриотическое направление. На сегодняшний день на территории Щелковского муниципального района создан штаб, куда входят представители вооруженных сил Российской Федерации, потому что это направление в Российской Федерации возглавляет сам министр обороны Российской Федерации. У нас создан штаб, куда входят, повторюсь, представители Министерства обороны Российской Федерации, военного комиссариата по Щелкову, Королеву и Лосинопетровскому. И мы ведем непосредственную работу с ребятами от 8 до 15 лет. И уже состоялся первый слет юноармейцев на уровне региона, на уровне Московской области, под руководством губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. И сейчас мы будем это направление развивать. И, безусловно, наряду с кадетскими классами будем развивать направление юноармии. Поэтому очень здорово. И мы видим, что наши прославленные люди, ветераны Великой Отечественной войны, этому очень рады. Мы знаем с вами, что, касаясь именно Щелковского муниципального района, где находится большое количество воинских частей, это очень актуальная тема. Она актуальна вообще для всех жителей, не только Московской области, Российской Федерации. Но, мне кажется, для нас, для такого милитаризированного района, это особенно важно. И очень здорово, что материально-техническая база воинских частей предоставляется на бесплатной основе с предоставлением инструкторов, специалистов в области военного дела для занятий, тренировок, сборов. И мы уже провели в этом году две игры «Зорница» в этом ключе. И, на мой взгляд, абсолютно здорово. Ну, а ребята вообще охотно идут туда? Охотно. Потому что это все-таки, как говорится, внеклассное уже образование. Одно дело кадетские классы, где ты постоянно ходишь в форме и в погонах, другое дело свободное время тратить на игры. И вы увидели, что идут не только мальчики, но охотно идут и девочки. Что очень отрадно, и мы этому очень рады. Мы, безусловно, стараемся не ущемлять слабую половину человечества и, безусловно, девочек принимать и в кадетские классы, и сейчас в отряды юнар. Ну, девочки иногда и форы мальчикам дадут. Конечно. Я когда еще в школе учился, у нас, естественно, был такой предмет НВП, начальная военная подготовка. Так вот, у нас чемпионкой школы по разборке-сборке автомата Калашникова была девочка. Яркий пример. Никто не мог к ней приблизиться, даже несмотря на, наверное, наличие маникюра. Ну, вот перейдем тогда, опять же, к неким соревнованиям, да, я имею в виду, конечно, занятия спортом. Какие достижения у нас в районе за последний год, даже за последние полгода на региональном и, может быть, даже федеральном уровне? Вы знаете, спорту мы тоже уделяем особое внимание. Ни для кого не секрет, что в этом году было открыто два объекта спортивных, ледовая арена, ФОК на улице Центральной, на Воронке. Очень много было скептических суждений, да, что как он будет использоваться, эффективно, неэффективно. Хотел бы констатировать факт уже сегодня, что оба объекта новых используются в полном объеме, места для занятий не хватает. Вовлеченность ребят занятием спортом велика, это очень здорово. На сегодняшний день наши команды и по мини-футболу, и по легкой атлетике, и по дзюдо, и по карате, и по многим видам спорта занимают ведущие места в Московской области, не только Московской области, в Российской Федерации. И в соревнованиях, президентских играх, состязаниях, так называемых школа, команда гимназии нашей города Щелково заняла тоже призовое место. Мы их честовали на уровне района, на районном совещании. Поэтому мы, безусловно, этому тоже уделяем особое внимание. Конечно же, мы сейчас прорабатываем вопрос относительно строительства дополнительных объектов, и такие подвижки уже есть. В следующем году будут построены два ФОКа в сельском поселении Анискинское и ФОК в сельском поселении Огудневское. Прорабатываем вопрос вместе с депутатским корпусом о строительстве бассейна. Очень много в период предвыборной кампании, летней предвыборной кампании в Госдуму, в Мособлдуму звучало из уст жителей наказов о том, что не хватает в городе Щелково полноценного бассейна для занятий спортом взрослым населением, потому что у нас есть бассейны, но в целом они заняты ребятами, поэтому этот вопрос мы тоже прорабатываем. И, конечно же, стараемся, чтобы обеспечить жителей и города, и района спортивными объектами. В этом году впервые на нашей территории проводилось такое мероприятие, как студенческий слет, такое спортивное мероприятие в рамках сдачи норм ГТО, которому мы тоже уделяем особое внимание. Мы проводим каждую неделю, два дня в неделю, единый день сдачи ГТО для разных категорий. Мы, жители Щелковского муниципального района, делаем выездные такие мероприятия. Прошло такое мероприятие впервые. Московская область доверила проведение его Щелковскому муниципальному району на территории хорошего, комфортабельного ОСК Подмосковья. Это наш комплекс регионального масштаба. И, конечно, это мероприятие прошло на высоком организационном уровне. И здорово, что и студенческая общественность тоже не только сидит за партами, но и занимается активно спортом, и общается друг с другом, находит новых друзей. И это, безусловно, здорово. В подтверждение Ваших слов, Юрий Николаевич, предлагаю посмотреть нашим зрителям видеосюжет как раз об этом мероприятии, студенческом слете войска Подмосковья в Щелкове. На турниках и брусьях эти спортсмены проделывают невероятные трюки. Они сальтируют, зависают в воздухе и порой держатся всего лишь за счет нескольких групп мышц. В универсальном спортивном комплексе Подмосковья спортивный праздник. В честь Международного дня студентов в Щелковском районе прошел яркий фестиваль. Мероприятие в таком масштабе проводилось впервые. Наши спортивные вот такие сооружения, они должны именно быть предоставлены молодежи, жителям. У нас большое количество молодежи. У нас есть хорошее учреждение среднего профессионального образования. И для них это, ну, пожалуй, такое мероприятие, которое, наверное, еще привлечет больше ребят к занятию спортом. Программа большая. Соревнования по мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната. Среди участников немало тех, кто приехал выполнить нормы ГТО. Всего больше тысячи человек, почти из 20 образовательных учреждений Подмосковья. Конечно, и из Щелковского района. Я уже сдаю норму ГТО третий год, потому что мне это нравится, потому что я пытаюсь готовиться, держать себя в тонусе. Этим студентам ГТО помогает не только добиваться спортивных успехов, но в первую очередь совершенствует личные результаты. А по-настоящему сплачивает участников между собой командные соревнования. Хороший пример заразителя. Участниками праздника стали и щелковские школьники. Для них организаторы подготовили отдельную игровую программу и, конечно, со спортивными элементами. Подобные мероприятия в нашем районе могут стать хорошей традицией. Организаторы нацелены провести фестиваль в следующем году на этой же площадке. Здесь есть все возможности для роста, развития и привлечения к спорту большего числа участников. Ну вот как-то быстро уже подошла к концу программа, хотя вроде обо многом говорили, но все объять невозможно. Юрий Николаевич, осталось буквально две минутки у вас, у нас и у вас тоже. Поэтому хотелось бы чуть-чуть о перспективах поговорить. Буквально коротко, ближайшие праздники, конечно, Новый год. Очень много было сделано в прошлом году. Все жители, насколько я знаю, были довольны новогодним и оформлением города, района и мероприятиями. Что ждет нас в этом году? Поделитесь секретом. В этом году на самом деле мы также очень тщательно и трепетно готовимся к празднованию Нового года и Рождества Христова. Вы знаете, что буквально в четверг мы открыли первый каток в прямом эфире телеканала 360 Подмосковья. Мы очень много сделали в подготовительный период. Будет очень много иллюминации, будет очень много новых арт-объектов с новогодней тематикой. Будет очень красивая на площади Ленина тематическая выставка, ярмарка с народными промыслами в очень красивом оформлении. На площади рынок мы в этом году организуем огромный центр для катаний детей на всевозможных каруселях, горках и тому подобное. Мы, безусловно, подготовили обширную программу новогоднюю и на стадионе, и в войска под Москвой, во всех учреждениях. Поэтому ждем наших маленьких зрителей, родителей, пап, мам, бабушек и дедушек на наших представлениях, на наших театрализованных представлениях. Поэтому просим. Спасибо, Юрий Николаевич. Обязательно придем и всех тоже приглашаем. Я хотел бы, конечно, в завершении поблагодарить вас за этот эфир, зрителей за вопросы. И хотел бы поздравить. В этом году исполняется 25 лет телерадиокомпании «Щелково». Безусловно, от себя лично, от своих коллег поздравить вас с этим юбилеем. И зрителей пригласить в эту пятницу, 2 декабря, в 17 часов, культурный комплекс «Дом офицеров» в поселке Чкаловский на юбилейное мероприятие. Будет интересно, и мы все вместе с вами поздравим нашу любимую телерадиокомпанию «Щелково». С юбилеем вас! Спасибо, Юрий Николаевич, за поздравления. Спасибо. Присоединяюсь, естественно, к приглашению Юрия Николаевича. Напомню, что сегодня в гостях у меня был заместитель руководителя администрации «Щелковского района» по социальной политике Юрий Родионов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на «Щелковском». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин